Полгода на освоение специальности М-352 выпускника колледжей и вузов проходят молодежную практику по программе Дорожная карта занятости 2020. Принимая к себе на работу вчерашних студентов, работодатели ничего не теряют, а зарплату платит государство. Ольга Файзулина расскажет подробнее. На первое у нас гороховый суп. На приготовление этого супа мы заливаем горох, затем его отварим, добавляем картофель. В течение часа гороховый суп будет готов, рассказывает Анастасия Пробст. В Центральной районной больнице она работает поваром всего месяц. Устроилась на практику по программе Дорожная карта занятости после окончания колледжа. Дорожная карта Центра занятости 2020 дает молодым специалистам получить первоначальный опыт, в течение шести месяцев обучиться, научиться чему-либо и уже с базовыми знаниями пойти дальше по жизни. Очень нравится коллектив, очень отзывчивые помогают. Надеюсь, что по окончанию практики я все-таки останусь здесь. На кухне очень важно все делать с хорошим настроением, считает Настя. Тогда еда получается особенно вкусной и полезной. А накормить ей нужно 60 пациентов. О нюансах диетического меню практикантки рассказывает повар с семилетним стажем Надежда Пахорукова. Это уже четвертая практикантка у нас. Девочки ответственные, с заданиями справляются. Она у нас самая ответственная девочка, молодец вообще. Быстро вникает, помогает, быстро учится. Если что-то непонятное она спрашивает. В общем, отсюда они уже выходят готовыми специалистами. Некоторые выпускники не могут после учебы устроиться на работу. Почти везде хотят видеть опытных специалистов. Проблему можно решить благодаря госпрограмме Дорожная карта занятости. В этом году молодежную практику прошли 26 жителей Таиншинского района. В основном это программисты, финансисты и экономисты. Молодежная практика – это очень хорошее подспорье для молодых специалистов, которые заканчивают колледжи вузы. Они приходят к нам с дипломом. И в течение шести месяцев мы полностью их субсидируем из средств республиканского бюджета. Сумма составляет у нас 18 расчетных показателей. Это порядка 38 тысяч. Здесь делаются пенсионные отчисления, подоходный социальный налог. И время молодежной практики засчитывается в стаж. Всего в Северном Казахстане на молодежную практику отправили больше 350 выпускников вузов и колледжей. Для участников госпрограммы в районах планируют построить шесть общежитий и пять частных домов. Ольга Файзулина, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.